Отчество, год рождения. Надежда Благодатская, 52-й год рождения. Так, как ты узнала про Потеряевку, что надо приехать? Я слышала от батюшки Амбросия, про зарубежную церковь. От какого Амбросия? Юрасова? Да, Юрасова, Иванова. Там была или как? Я была там, я вообще еще и по чаю была, еще раньше, потом еще там был. Когда раньше? Когда вы первый раз услышали от него? Я в 78-м году была первый раз, я что-то вас еще и не знала. И вот, были мы в паломничестве с бабушками первый раз. Когда он сказал, что вас там в Белово есть про Жоржу и Мария, а я говорю, знаю ли, я говорю, слышала, но не была. А потом я уже, когда про зарубежную сказала, это уже, когда он уже в Иваново был. Я, когда поезд Богородицы привозили в Москву, я тогда была у поезда Богородицы, и еще и проехала в Иваново, вот это тогда было. И он мне сказал про зарубежную церковь, а я думала, где ее возьмут. А как он сказал про нее? Из какого, с чего ради? Что-то сказал, какое-то слово вот это сказал про зарубежную, а я ничего не поняла. А потом уже прошло какое-то время, и я, у меня появился ноутбук, и я это самое там просто как-то натолкнулась на это, на ваше, вошли, ну, увидела лицо. Мне показалось, как будто похоже человек, что-то говорит, как на слудженица похож звук. И я давай слушать, значит, мне очень понравилось, что человек говорит очень интересно что-то. Я вот начала слушать эти ролики. И, ну, потом это говорили, что кричение должно быть правильным, полным погружением. Вот. Это самое. И так же такие разные эти вот септы, и староблячество это, все это. Вот. И все это я вот это слушала. Вот. Это тоже на наши занятия попало. И на молитвенные правила. Потом ты приехала сама за книгами. Да, вы там книги говорили, что мало остается, и я поехала. Понятно. Своя душа вполне получила ответ удовлетворения православия? Да, получила. Но я людей знаю, и староблячество знаю. Вот я так-то разговариваю. И из бактистов я знаю людей. Я с ними так-то вот разговариваю. Ну, я поняла, что у них... Мне вот болящая матушка сказала, зачем ты ходишь? Я не стала ходить. Она говорит, зачем ты ходишь? Я не стала ходить. Это... Как-то я ходила это... Ну, немного, но ходила. Я вообще не понимала, о чем мне говорят. Вот ребенка куда хочет отнести. Я вообще это... Ну, думаю, что это... Как-то это... Ну, они так серьезно говорят. Я думаю, кто-то, наверное, реально. У вас Евангелие когда появилось вот так? У меня Евангелие появилось давно. Это еще мне было... Так, вот... Это... У нас атеизм был. Мне доставка училища в Астонбурге. Мне захотелось ту библию. Вот мне бабушка отдала... Я первый год работала в больнице. Она мне библию старую отдала. А потом я приобрела Евангелие свою купила в церкви. И у меня появилось оно давно. Мне еще... Ну, сколько было? Ну, пусть 20 лет. Но и давно это появилось. Так. Евангелие, это ваша сумка? Вы тут забудете еще что-то? Перебирайте все. Носите туда. Где у вас? Смотрите сколько. Это ваше все, да? Да. Смотрите. Смотри, у вас с собой сколько всего полно. Так тебя, Сергей, только до трассы и назад. Не, я за счет тебя везти в Барнаул-то ее. В Барнаул-то-то автобусы регулярно идут с трассы. А тебе куда ехать-то? В Белово, Кемерскую область. В Кемерскую область? В Белово. Так из Барнаула лучше вам? Ну, из Барнаула-то эти ходят как междугородние автобусы. А ты что, намерен в Белово, Кемерскую область еще что-то? Нет. До Барнаула, до автовокзала, там на автобус пассажир. Так я не надо, тут она вот, только выехал на трассу, и ты сразу остановка. И через сколько они там будут, она? Автобус идет рейсом, быстрее твоя-то машина. Он быстро идет. И она будет тебе ехать не за чем. Батюшку все время довозят до сюда, и он до автовокзала и приходит. Чего ради тебя эти 140 километров мерить-то? Только выехи, и прям посади ее, чтобы она села, и на этом все. И назад возвращайся. Больше не надо. Твоя душа нашла удовлетворение в Боге? Она мне давно нашла. Ты не расскажешь, что приехала сюда? Нет. Хранишь, что имеешь. Ты своими глазами видела, несколько дней ты жила у нас. Ты видела, что мы такие, как есть. Никакой выгоды я не ожидаю. Бог сам ее дает. Все? Поезжайте. С Богом. Всего доброго. С Богом. А вот смотрите еще, что я нашел. Да хорошие, носочки. Так, а это еще не ваше? Это сейчас мы будем подбить. А одеялки-то ваши? Да, да, да. Так, еще не забывайте, пересылать почту ничего не будут. Игорь Сихонович, хотела у вас, знаете, что спросить? Так, что? По поводу, если, например, мы захотим книги выписать, чтобы вы нам почтой выслали. Нет, вы сейчас можете взять, а потом еще надо. А вот, а потом у нас... Нет, лучше вам сразу, отсюда вы... Ну мы сейчас у вас возьмем книжечку, Кристина Николаевна? Да. Ну ладно, всего доброго. С Богом. С Богом. Почтой высылать вам накладно будет. Почта это деньги. Так, Виталий, заходи. Вы ничего не забудьте. Да, мы сейчас уберемся, пометем все. Теперь спрашивай о книгах. Каких книгах и как? Выше, скажем, надо брать, нежели, почтой. У меня денег не будет сейчас. Все, пока на этом все. Да, вот эту книгу, которую вы мне просили. Сейчас ты когда идете, я положу прямо на столе ее. На столе где? Ну там, где обедали. А, оттуда все. Вы кроме Кристина православия ничего не просили больше? Пока нет. Все на этом. Так, мы уходим. Он как сказал, так и надо слушаться. Вы сколько книг получили, вам вот так хватит. А камни вот, я даже не переживаю. Это самое, это вот сейчас самое для меня то, что надо. Это не миллиметрисик. Вы будете считать ответ за ответом, будет приходить. Да. Я полвека потратил на то, чтобы заложить и передать людям. И 9 лет не вылазить за компьютера. Глаза нормально? Ну, это нормально, я вижу, где голова, где нужно. Я за эти лет, наверное, 4 года ни разу не скупался, даже на костерки ходил. Когда занимались? У меня каждая минута была спрессована. Учитывая то, что у меня вообще время, ну, я им пользуюсь. Раньше 20 часов только спал. Мне Бог просто дал это. Это я говорю только верхушке. Когда начинаю письмо отвечать, а бывает несколько десятков даже книг. Геру, откуда подтверждаю эти материалы. Поэтому маптистов, я понимаю, они не любят считать, они невежественные. Не постятся. И Писание не знает, не постятся. А вы здесь, когда будете считать Новый Завет, вы найдете ответ на любой вопрос по Писанию. Как его надо понимать? И дальше идти некуда. Это конечная инстанция. Бог открыл это, и это стоит неколебимо. Толкование должно быть такое, чтобы оно не противоречило ни одному месту Библии. А если хоть какое-то место его опровергает, значит, оно... Бог-то один. Не может быть, Бог сегодня сказал, завтра забыл. Так не бывает. Поэтому православие, толкование глубиною на целое пищевете. Все пока. Я прошу Господа, чтобы еще рожали и рожали детей себе. Да. Да, как я, чем больше, тем лучше. Бог так делает. Да, пусть рожает. Потом, когда доедете, обязательно скиньте мне, чтобы вы доехали. Хорошо. Там почта или как. Хорошо. А у вас какие вопросы? Здесь есть вопросы на стихической части. У вас телефон у вас есть. Все, мы уходим. Какой вопрос? Вопрос. Если вы хотите к книге почты, денежку на... Это по ябру. На электронную можно или сюда разве сидеть? Сначала позвонить, что мы вам. Да, вы скажете, мы хотим получить такие-то книги.